да да громко но постараюсь так значит всем добрый день конечно погода я так думаю нас может немножко подвести но подождем я надеюсь все таки мы в поле выберемся мы подготовили принципе площадки чтобы посмотреть две точки замечали мы это у нас там как раз те культуры которые рядом находятся по две-три культуры которые можно было бы сразу посмотреть но посмотрим сейчас как может распогодится поэтому начнем с данного скажем так обсуждения темы хотел бы вам сразу представить у нас здесь присутствует наши сотрудники значит у нас приходит на присутствие здесь но наш руководитель отдела продаж получила травму не смогла приехать у нас приходит находится руководитель таганровского отдела продаж хмаров сергей юрьевич покажи сюда выйти значит все что касаемо продаж можете задавать вопросы ему в течение сейчас нашего выступления сергей юрьевич познакомьтесь да значит здесь также спасибо значит у нас ну как вы знаете из предприятия семейно главным агронома у нас является сын михаил он тоже здесь сейчас он появится ему вопросы все касаемые растеневодства обработок и так далее можете задавать тоже значит у нас есть еще директор по развитию где она кстати наталья где дарья обещала приехать не наша другая дарья соловьева приехал вот директор по развитию это у нас соловьева дарья она ведет весь маркетинг она ведет концепцию предприятия ведет остальные все мероприятия тоже можете задавать вопросы ну работа печатные подразделения различные дизайн и так далее так далее мероприятия скажем так все события которые происходят биохутер без нее не обходятся это ее идеи инициативы и продвижения дальше у нас новое направление опять же это у нас с подачи дарьи все пошло у нас здесь присутствует скажем так руководитель наш и помощник по продвижению агро-экотуризма и промышленного туризма вот наталья сзади этаж выйди ну человек у нас новый может быть до конца всего еще и не знает поэтому но то что знает она тоже ответит на вопросы все спасибо можете обращаться к ней с вопросами тема новая интересная имеет кстати поддержку неплохую целом как у властей так и по линии туризма вот так что штат у нас есть люди есть чем заниматься есть продажи идут ну еще собственно говоря хотел бы я рассказать начать это то что что такое в принципе сама это органическое земледелие потому что но со многими общаемся с ноги разговариваем но хозяйстве собственников как фермеров так и предприятий побольше имеют как говорится желание но не имеют возможности людям страшно начинать мне тоже это было страшно начинать потому что когда подумаешь какие площади выводишь из оборота и когда пересчитаешь что на них можно было бы получить скажем в того же подсолнечника того той же пшеницы и так далее то понимая что ты этого не получишь на первой стадии то как бы страшновато да денег они теряются но но пришлось с этим смириться пришлось это все он пережить вот на сегодняшний день имеем 400 гектар начинались 50 гектар 5 культур было подбор культур занимал долгое время пока мы определились что нужно вот но вопросов самом производстве было очень много в десятом году когда мы все начинали компании которая занимается производством средств производства то бишь различных органических препаратов которые допустимы сертификаторами для применения в органике ну в россии были но они тоже были не сертифицированы но и было очень мало сейчас конечно рынок немножко под насытился есть что выбрать есть что применить но опять же не во всех зонах они во всех регионах она работает но базовые конечно бактерии там грибы они есть базовые грибы поэтому они работают везде но есть как говорится отдельные примочки которые нужно найти которая будет помогать работать здесь мы этим занимаемся что-то получается отчета отказываемся разные ситуации есть вот очень большую помощь мне оказал мой друг анатолий михалыч накоряков который один из пионеров вообще органики в россии начинали давно да они уже но он уже у нас вот на них михалыч преподимись да мой товарищ мой друг значит многому чего я у него научился вот поэтому ну его как бы реально достигнутый успех прошлом году декабре он защитил кандидатскую диссертацию по органике опыта у нее не занимать учиться начинал у нас германии там всеми этим делам поэтому немцы у нас они конечно впереди планеты всей вот поэтому вот это у нас подошла дарья даже я представлял тебя как нашего директора по развитию и чем ты занимаешься поэтому если будут какие-то вопросы обращайтесь мы тебе слово предоставим присаживайся так и вот михаил подошел наш главный агроном к нему тоже вопросы какие будут вот что касаемо ну тем сегодня для обсуждения в органике ну через край поверьте даже элементарно простое то что вы сейчас наблюдаете тут вентиляторы слышали гудели да мы тоже долго к этому шли на сегодняшний день большой вопрос стоит о сохранности урожая и о борьбе с теми же самыми амбарными вредителями казалось бы все очень просто но это просто в интенсивке там заехали брызнули там ничего не живет там стерильные амбары стоят здесь совсем все по-другому данный амбар он находится от полностью только для используется только для хранения органической продукции поэтому применение каких-либо химических средств защиты там и всего остального здесь недопустимы поэтому но михаила дальше расскажи когда мы мы тут кого заселяли которые считали погибшими абра враг она заселяли да но они как оказалось выжили но он расскажет эту историю и они тут сейчас присутствуют и процветают поэтому совершенно случайно столкнулись компании шмельцер немецкая компания которая на этом деле по борьбе с амбарными вредителями вредителями на элеваторах местах хранения зерна очень богатый опыт и они интересные вещи предлагает и мы вот эти вещи начали внедрять данный момент мы с ними провели работу по контролю хранения зерна на сегодняшний день мы у них приобрели как они за умные штанги вот эти которые контролируют влажность и контролируют температуру бурта которая работает через вай-фай передают все это дело нам на для контроля агрономом на телефоны ну и на компьютер тоже то есть мы можем контролировать и можем регулировать вот в этом амбаре уже поддерживать необходимые меры по борьбе но меры когда уже взрослая особь летает да и откладывает яйца тут уже что-либо делать бесполезно поэтому надо бороться на стадии яйцекладки и не дать ей развиться поэтому вот они предлагают систему контроля влажности и систему поставили мои вентиляторы поставили сейчас необходимо данное помещение охлаждать желательно ближе к 15-14 градусов но маловероятно в летний период времени но тем не менее затормозить процесс можно тем более ночные температуры они даже в жару они опускаются до 20 градусов то и ниже поэтому есть какие-то шансы их надо использовать кроме того мы интенсивно работаем в плане хранения и обеззараживания зерна и нас есть специальное помещение где мы обеззараживание зерно храним и которая потом уже идет у нас в работу кроме того фасовка та фасовка которая мелкая у нас стоит по 300 грамм она у нас осуществляется среди инертных газов в частности в азоте мы храним станки с оборудованием которые фасуют в азоте сразу вот и есть у нас линия по обеззараживанию зерна инфракрасными лампами которые производят нагрев зерна и всю эту флору ненужную нам уничтожают ну понятно мы применяем только в тех категориях где не требуется проращивание зерна потому что там все как бы температурный режим повреждает зародыш и вероятность что она прорастет маленькая поэтому это не подлежит мука крупы там какие-то ну это все обеззараживание хранение там у нас осуществляется утепленное помещение которое температурный режим позволяет содержать до 14 градусов вот но это со временем когда уже предприятие переходит на полный цикл от поля до как говорится прилавка это становится актуальным потому что при фасовке вся эта упаковка поступает супермаркеты поступает магазины температурный режим там естественно ну пусть не 30 градусов но до 20 градусов в магазинах температурный режим он существует и позволяет все что находится там она начинает как-то активироваться начинает прорастать но я более того скажу люди наши клиенты они разные да многие хотят жить как говорится здоровым вести здоровый образ жизни и в то же время хотя что там ничего не было но сами понимаете что органика этого как бы не подразумевает все что есть у нас в поле она присутствует на зерне а зерно присутствует потом уже тут мы там не можем обработать правильно поле это запрещено стандартами ведения хозяйства поэтому мы максимально пытаемся бороться здесь но есть люди которые возмущаются пишут там претензии предъявляет ну как бы мы пытаемся им объяснять это но это бесполезный процесс просто это надо пережить смириться и пусть как говорится караван идет своей дорогой вот но мы меры применяем принимаем то что мы более менее с этим как бы продвинулись вперед говорит то что мы допустим у нас в сотрудничестве с нами участвует компания фрута няня детское питание мы поставляем туда муку из красной чечевицы но там что-то в них проект немножко притормозился а так сами понимаете что детское питание это очень жесткие требования инспекции они к нам приезжали проверяли вот тоже самое здесь подходить надо значит мы три или четыре года назад занялись внедрением хаспо значит мы нашли такого специалиста который у нас в ник обучился ведет это значит у нас это вот тоже могу вам представить это вот екатерина волчкова вот она стоит помашает об руку и всем вот и все вопросы касаемо безопасности пищевого производства сертификации ведения хаспа это вот к ней она в этом году в этом где прошлом помогали есть такая смоленская мануфактура которая занимается тоже хотят перейти на рельсы выпечки хлеба органического из нашего сырья она им помогала полностью проходить сертификацию но они ее не прошли потому как у них там какие-то были мероприятия связанные с реконструкцией производства и не по чистоте не прошли по документации не прошли а то что катя помогала так не прошли ну то есть все стадии вот эти жизненного цикла органического предприятия мы уже как бы прошли учимся дальше что-то новое появляется отчета приходится отказываться к чему-то приходим вот на сегодняшний день у нас я был категоричным противником всего что называется животными вот ну свое время работая в колхозе я терпелся будь здорово поэтому не хочу но жизнь так вернула что пришлось завести птицу завели мы курни сушек и с этим сейчас работаем живем но эта тема интересная ну в общем то мы ее развиваем мы увеличиваем поголовья птицы строим новый корпус но уже корпус мы спроектировали сами как нам удобно как именно как удобно в производстве как более экономично экологично потому что содержание птицы тоже оно дело в органике затратное скажем так потому что свободные выгула требования по выгулам 6 квадратных метров на одну голову содержание в корпусах 6 голов на квадратный метр это чтобы они нормально там существовали ну и соответственно начинали мы с ручного труда воение там было такое все но сейчас потихонечку мы автоматизируем все это дело есть компании которые этим занимаются интересное оборудование есть дороговатое но зато но особенно все что касаемо климата в помещениях вентиляции климата поение кормления это очень очень даже существенно облегчает их содержание но стоит дорого но она один раз покупается и содержится потом у нас кроме того есть комбикормовый цех небольшой в котором мы отработали уже рецептуры это тоже долгая история как мы создавали балансировали по белкам по всем остальным показателям по протеину по цене опять же что же немаловажный вопрос нашли мы разные предприятия которых современные программы тоже так не найдешь просто кто тебе это сделает вот на сегодняшний день мы получили благодаря екатерине мы получили уже ну самый главный документ у нас стране сертификаты органик это хорошо сюда но самый главный документ декларация соответствия с и протоколы испытаний и когда мы сдали наши корма в ростовскую лабораторию по животноводству хотели получить именно по госту корма мы с первого раза не прошли это дело потому что мы корма у нас не были где катерина тут мы там не прошли по белку но мы сделали замену мы сократили количество полубы добавили спельты потому что спельта по белку более эффективная такая культура и все нормально мы получили гостовский гостовскую декларацию и у нас теперь корма как говорится в законе вот ну и плюс у нас еще органический сертификат и у нас уже появились клиенты которые закупают органические корма наши но у нас еще нет такой красивой крутой упаковки но мы над этим работаем сейчас просто в мешках продаем но будет бумаги надеюсь цветные красивые и так далее ну хлеб печем но тут вся продукция выставлена в общем то вы все уже наверно ознакомились поэтому в общем списке у нас более 100 позиций всех наших культур различных производных это все у нас выполняется в общем списке производства нас порядка 12 или 4 она гуляет у нас каждый год мы съем порядка яровых вой 8 9 и а зим их там парочку культуру 10 точно сеем а продукции у нас где-то порядка 14 видов потому что есть продукция которая переходит из года на год мы еще не можем реализовать общая головка по продукции порядка 1200 тонн и всю продукцию мы не продаем как органическую но благо у нас тут масса экспортных организаций которые могут все это отправить продать вот мы его тоже продаем как не органику потому что деньги нужны всегда и просто сидеть и говорит что-то органика лежит у меня тут 1000 тонн она никому не нужна да но это не вариант зачем тогда работать поэтому мы продаем в этом году мы также продали оптом продали и рожь приличный объем порядка 1 тонн 200 если не больше мы продали также полбу другим предприятиям у которых ну сами понимаете да что любое предприятие с движением производства производства она наверное нарабатывает себе контрагентов которые продают вашу муку крупу хлопья там и так далее так далее но объять весь мир невозможно да мы там какие-то свои каналы используем работаем дальше нарабатываем клиентов да ну это не одни в стране работают другие предприятия они себе нарабатывают у кого-то хватает сырья у кого-то не хватает сырья знают что есть мы покупают у нас но то что мы продаем как органику нас есть различные ценники ценники формируются как бы принцип формирования один ценники этим занимается отдел продаж у нас по регионам цена оптовые цены дистрибьюторские цены разные цены мы смотрим на клиентов с кем работаем долго с кем работаем коротко потому что многие хотят сразу и все но вот у нас тут присутствует наши партнеры из новороссийская вот мы с ребятами работаем уже на на лет пять где-то так наверное да вот поэтому нас с ними хорошие партнерские отношения вот мы вообще-то предлагали на это мероприятие всех наших партнеров по торговле ну как-то народ наверное еще это были отзывы такие что мы как бы первые кого пригласили люди люди бы не были совсем готовы ехать вот поэтому надеюсь что в дальнейшем это будет нарастать вот поэтому перспективы есть работа есть спрос есть спрос особенно он есть вот я вам сразу скажу на яйцо такой хороший продукт для реализации хлеб подрастает мы в этом году ввели новую линейку хлебом ее прошлом году разработали это ржаные хлеба линейка из 8 видов хлеба на базе ржи муки основной у нас хлеб позиционировался сначала к зерновой потом мы начали расширяться мы сейчас и батон делаем отрубной багет делаем делаем 5 злаков это из мучных хлебов белых потом мы делаем 8 новых хлебов ржаных у нас еще и тут под ростовом была солодовня вот мы сделали у них свой биосолод из своей ржи приглашали инспектора он приезжал сюда осматривался лодовню там ничего такого нет там чисто наша продукция то бишь рожь и просто вода все это замачивается проращивается ведется процесс он длинный там почти 14 дней но процесс такой запорот можно на раз-два поэтому там ребята очень ответственные сделали мы этот солод и он солод вот он второй год у нас в третий хранится и чем старше солод тем он насыщеннее и сильнее работает вот технолог наша приезжает которая нам помогает всем этим делом она и говорит что такой солод вот она впервые видит да это третий год солоду и он работает шикарно просто во первых он ароматный он запах у него и он вообще по-другому ведет органический солод там где химия не применялась с этим как бы раньше не сталкивался сейчас я увидел вот ну и аромат соответственно вот наши эти восемь хлебов мы ввели уже мы начали выпускать где-то марте месяце сегодня уже выпечки достигают до 700 800 булок вот поэтому мы основные направления наши это хлеб это мука крупы это у нас бакалея тоже двигается неплохо яйцо поэтому как бы все пропорционально идет что еще по ну из новых культур это у нас черная чечевица мы ее развели ну вот основное что я хотел сказать из партнеров наших здесь присутствует также от биотех агро мы с ними работаем по препаратам которыми ведем и борьбу с грибами борьбу с вредителями подкормку наших растений это все на основе бактерий и грибов это органическое принципе мероприятие и компания биотех агро я вам честно скажу когда они проводили в прошлом а туда по моему день предприятия у вас был я когда приехал посмотрел мы с анатолием михалыч и накаляков много где были в германии много чего видели как организованы предприятия как сделанные никак но я скажу так что даже германия редко найдешь такого уровня предприятия как биотех агро что касаемо фермеров вот мы были наталья александровна ушла до далее александра на я вас не представил к сожалению это вот наталья александровна моя супруга у нас она глава кфх финансовый директор наш вот и вот когда-то мы попали с ней тоже германию и приехали на одну ферму там ребята тоже занимались птицей я тогда на все это очень скептически смотрел но до ошибки на признавать и менять мнение свое и в итоге он работал деле он работал собственно хозяин значит директором школы там и плюс по пути работал вот это держали они это хозяйство все и когда сели общаться я пытался уйти от разговора но они все таки настояли потом спрашиваю собственно сюда приехали тогда а мне так подмывало сказать им хотелось прямо так хотелось сказать но сдержался хотелось ему сказать приехал посмотреть как вообще жить не надо вот честно вам скажу так нельзя жить и мы так не можем россии вот они там все в одном лице они просто не жили при советском союзе где нас обучали учили давали образование для того чтобы мы социально росли и жили в советском союзе да может быть что-то не хватало но было все и если мы работали в полхозе да у час хая там полхозы совхозы все это типа совдеп ну я считаю это не умные люди говорят вот потому что колхозе каждый отвечал за свой участок работы были специалисты был агроном был зоотехник был ветврач да был механизатор раньше был был механизатор широкого профиля там узкого профиля и так далее были высокообразованные механизаторы которые работали ну в общем каждый занимался своим делом но когда занимаешься всеми делами в одно лицо это очень тяжело поверьте настолько тяжело когда спросили вот у толика друга а вы куда ездите отдыхать она на нас такая вот наши детали до моих возраста я на этой фирме 15 лет живую никуда не выезжаю это просто с ума сойти это мое мнение поэтому то что чему нас учили мы стараемся переложить на сегодняшний день и нашу молодежь которая с работает мы пытаемся им доносить это и они это видят что можно коллективный труд он всегда в преимуществе и когда мы с анатолием михаловичем переехали из западной германии восточную германию бывшая в д.р. ну там ребят совсем все по-другому там бывшие колхозы там бывшие работники этих колхозов и эти люди они близки нам по духу и там приятно на все это смотреть потому что их союз научил работать так только ну в основном да ну там где представили колхоза собственник там 2000 гектар земли а в восточной германии западной германии ну там 50 гектар земли земли другие территория другая ну интересно было конечно посмотреть многому можно было поучиться целеустремленные люди тоже так их тоже нельзя там ругать они молодцы они много чего добились но жить там не кажется тяжелее друзья вопросы к алексею ивановичу тысячи это 400 ранее сертификация сложная я сейчас говорю потому что сертифицирую при сертификации проверяется все предприятие работает белую потому что все что закупается все проходит через бухгалтерию и проверить все очень легко ведутся акты списания ведется все по гектарно все проверяется норма нормы внесения снимаются остатки со склада все проверяется если где-то какие-то несоответствия это все сразу же проверяется поэтому сертификации такие серьезная проверяю проверяют практически все и досконально не легче нет в россии нету оборудования которое проверит ваш любое зерно яды пестициды и все остальное а вот да это наши тоже партнеры да 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 мы сейчас возьмем любой любую пшеницу испытания ну еще от анатолий михалыч вам добавить свое выступление потому что он здесь собаку сел вот в качестве скажу вам так проверки на загрязнение зерна и почвы ну почва это может тоже показать конечно но сложно допустим главный показатель анатолий михайлович тоже работал с хипом в россии до пятого знака после запятой вообще нет оборудования вот наши партнеры не смогли мне сделать до фрута няня у них там где то есть лаборатория они брали у себя и до пятого знака делали хип вообще в германии доделать поэтому такие вещи друзья еще вопросы алексею ивановичу я так понимаю что нам стоит здесь поработать пока не просохнет маленько то есть да сейчас лага перераспределиться еще полчаса и давайте здесь вам просто интереснее будет поле потом еще вопросы задавать скажите вот вы начинали с 50 гектаров а какие вот этапов до 400 вы потом сразу прыгнули с 50 на 400 или были периоды когда вы по 50 добавляли и почему вот как вы двигались исходя из чего реализация шла более успешно ну здесь очень просто было 50 гектар продать мы когда начали этим заниматься мы поняли что вырастет ладно там еще вырастим вопрос кому продать куда продать и в каком виде продать мы сразу же в первый год знаете какая-то сейчас мы от био вырасти по тройной цене как бахнем а когда вырасти я бах это и некуда мы поняли что она в общем то вот в том виде как убрал она никому не надо вообще ему его подали естественно урожайность рухнула сразу на 60 процентов без удобрения без защиты без ничего 60 процентов провалилось все подбор сортов и вообще видов выращиваем продукции пшеница обыкновенно которую мы выращиваем она не годится никуда потому что ее все вредители уничтожают на раз получаешь фураж как у нас есть такое понятие экспортера не моющийся фураж вообще не понятно что да поэтому вынуждены были перейти на спельту на полбу в том числе от антон михайлович мы рекомендовал эти культуры это пленчатые пшеницы которые тот же клопан или не в состоянии прокусить потому что там очень жесткая пленки даже товарищи приезжали на этой неделе на прошлой неделе в субботу ходили мы тоже смотрели они эту спельту он даже умудрился палец себе проткнуть этими пленками ну так вот да там определенной сложности добывать это зерно из колоса научились долго мы с этим боролись но в конце концов победили и потом когда мы поняли что без переработки двигаться некуда начали переключились на переработку 50 гектар так они были мы потом начали интенсивно строить переработку внедрять ее в жизнь и тут пошла родилась переработка а куда продавать а упаковка а где а ну путь настолько был долгий ну как долгий сложный потом пришли до определенной стадии дошли продаж стали где-то дошли мы там до 800 до 1000 до полутора миллионов месяц зашли еще все стало сил не хватает пришлось организовывать у нас отдел продаж мы их организовали два сразу в таганроге в ростове и там еще нашли человека который у нас работает и как продажники как какой-то степени может быть ну экспедитором принимает грузы и в москве там по москве работаем вот вот когда родился отдел продаж когда начали раскрепили регионы когда мы начали точечно работать струнулась мертвой точке ну вот все и потом когда мы увидели что-то те 50 гектар которые но мы раньше это увидели что и недостаточно мы потом ввели 20 гектар добавили 70 стала потом на этом поле где добавили 20 там участок был поле 98 гектар мы полностью все добавили эти 78 то есть закрыли клетку полностью потом добавили сразу 144 гектара потом добавили еще 63 и 30 90 и на этом пока остановились мы прошлом году хотели добавить еще 120 гектар но мы их просто не потянули в плане реализации не стоит деть поэтому пусть пока поработает будут какие-то постоянные заказы на договорных уже отношениях туда гарантированно купит а да это несложно вывести три года конверсии все становится на свои места любые но те культуры которые у нас все в обороте в пиво органика органика но конверсии и она маркируется и реализовывается как конверсионный продукт у нас по мере работы с конверсии мы печатали упаковки коробки у нас есть где написано конверсия суть реализации в чем любого продукта конверсионного и органического я могу продать со статусом ниже указанной на коробке нежели выше если у меня уже есть сертификат на органическую продукцию я могу продать его конверсионной коробке конверсион написано конверсия не ранее то есть переходной но если у меня конверсионный продукт в органической упаковке я подать не могу то есть у нас есть коробки в которых мы в случае перевода какой-то площади в конверсию я могу запасовать у нас остатки есть нота три года в европе ну я вам скажу так сегодня по органическим семенам по органическим семенам не так то уж много предприятий которые могут предоставить органические семена даже вот и конева предприятие на туалетом работал даже я вот у них покупал семена кондитерского зеленого горошка они же не дают органический сертификат хотя хозяев достаточно также агроплазма она же кубанская банка и воронеже воронеже воронежское отделение и на виду с многими институтами институты кучая воронеже они выделили часть площади если фиксировали только под органической инфекцией под первичными семенами а так вот то что является именно семенами ну вот семена в принципе сами производят все кто тут все ванжио сам семена развели продукцию из нее отрубок но сортовой никуда не денешься 7 7 инспекции никто не отменял они у нас это все дело проверяли может мы мы может с ними не делаем именно документы которые требуются для продажи но полевые отборы образцов мы делаем да обязательно потому что мы должны в любом случае законить значит смотрите это вопрос интересный значит и я скажу так что на сегодняшний день да у нас рекомендации в том числе и вашего института после семеноводства да значит до р.с. 3 до репродукции 3 да то есть если все им допустим литуре супер и листу там или да ну три четыре пять лет возможно но я вам скажу больше те семена которые выращиваем мы и потом работаем на своих очистных машинах я без скромности вложность скажу так что мы даже свои семена там уже не р.с. 3 там гораздо выше мы добиваемся пассивных качеств выше чем даже участки размножения в институте мы отбираем мы сегодня способны отобрать семена строго и средней части полоса это пневмо сепарация то что по весу отличается хочу на кормовые нижняя часть полоса она легче чем верхняя здесь мы можем отобразить мы можем взять отдельный участок пройти его вручную чистоту что-то провол да мы делаем это мы это делаем и мы с этого участка убрали отдельно сложили слава богу тара позволяет те же биг биги затарили потом отдельно отработали мы получили нормальный семена поэтому это все при наличии соответствующих машин предприятия это все можно вести хорошо алексей вот на днях разговаривали с органическим фермером с кубани и такая проблема 10 процентов только реализуется как органик а все остальное как товар товарное зерно как товарный продукт уже готовый да у вас какая доля органического ассортимента идет как органик вы реализовали вот 70 процентов 20 процентов ну в общем в общем показатели я вам не скажу могу сказать по культурам значит полба практически вся уходит как органическая полба рожь процентов наверное 50 на 50 но потом сразу же мы много сеем рожь востребована чечевица уходит вся как органика овес ну как полу органика скажем снижаем цены немножко и продаем но не а его сегодня киньтесь купить овса но его можно купить все ведут речь там о семи восьми рублях вообще паузу мы овес дешевле чем по моему 16 20 рублей не продаем вообще а в упаковке там раздавшись ясно но где-то так спрос растет в этом году на органику вот чувствуется что нам меньше поступает по импорту органической продукции или или нет но скажу так лучше не стало где-то так средина где-то что-то провалилась но мы это все относим к общему безденежью населения идет снижение доходов населения да свои торговые точки вот некоторые органики идут по этому пути своя сеть свои магазины вы по этому пути не пойдете нет ну невозможно всю эту продукцию продать в одном магазине потому что привезите сейчас даже там где каждый из вас живет поставьте от магазин но этот магазин в органический но придет даже при хорошем расходе 35 процентов местного населения рядом с этим магазином и что мне теперь по всей стране магазины открывать нет мы сейчас сетевые магазины везде по открывали зеленые полки вот везде есть эти здоровое питание везде есть органика от них руководители собственники сетей требуют это это время сейчас такое гиперглобусы открыли ленты открыли ашаны открыли океи открыли везде эти полки присутствуют я вам скажу так вот на сегодняшний день наша продукция она находится на верхних этажах этих полах вот натур Михайлович мне присылал периодически фотографии со всей страны да мы присутствуем в казахстане в белоруссии и на сахалине и камчатке в европейской части россии в сибири и калининграде